В этом видео Хан Кун Ку возвращается после травмы на поле. Люк Шоу возвращается после травмы на поле. Джуд Беринген тоже возвращается после травмы на поле. Мадридский Реал уже подыскивает замену Карла Анчелотти. И у них запасной вариант итальянец Де Дзерби. Бавария активно интересуется грузинским вингером Хвича и Кварацхелии. Всем привет, с вами Юрий, канал Диванный Футбол. Это горячая подборка новостей, событий, а также трансферных слухов в мире футбола. В каждом видео я задаю основной вопрос. Но кроме этого основного вопроса, вы можете написать свои вопросы дополнительные на любую футбольную тему. По результатам ваших комментов я выберу самые интересные и актуальные вопросы. И сделаю длинное видео на своем YouTube-канале. Поехали, Англия, АПЛ. Лондонская Челси, фанэм Лондонского Челси для вас большой-большой, не то что сюрприз, но большой-большой плюс. Возвращается в строй Хан Кун Ку, который травмировался там еще. Он только-только перебрался в Челси и травмировался в сентябре. Он возвращается в строй и он хочет принять участие уже в матче против Нью-Касла. В выездном матче сложнейшем против Нью-Касла. Ну, как-то более-менее начинает все налаживаться в команде почти на... Да вообще, последние там несколько матчей, не то что рисунок, самоотдача футболистов замечательная. Мне очень нравится, потому что сколько там было? Было матчей 5 таких, ну просто безвольная игра. Просто они играют с какими-то там аутсайдерами АПЛ. И да, давят, давят, давят целый первый тайм. Потом им влетает один гол, второй гол. Если рассмотреть эти атаки, при которых им вылетали эти голы, ну там вообще элементарные комбинации. И там не хватало вот этой самой самоотдачи. Теперь же в матче против лондонского Арсенала. В матче... Ну, Арсенала это не показатель такой для меня. Но вот в матче против Монсити они показали, что они на правильном пути. Я, если честно, поставил уже крест на Почетина. Ну, каких ПСЖ? Я думал, что он просто-напросто не подтянет эту ношу. А теперь я смотрю, что он как-то цепляется. Что он, ну, что ему еще нужно дать шанс. Если даже сейчас команда в ближайших матчах выступит там плохо или неудовлетворительно, все равно ему шанс пока еще нужно давать хотя бы до Нового года. Потому что, ну, он проводил предсезонку. Там много работы фундаментально сделано. И поэтому, ну, ему просто банально нужно дать хотя бы до Нового года время. И, ну, в таких матчах, как против Монсити, ну, это явный показатель, что, ну, что команда, она набирает. Просто не так, как бы хотелось нам. Нам бы хотелось, да, они там зарядились трансферами и давай кого-то нам разнесли 05-06. Нет. Это Англия и, опять же, там работа ведется фундаментальная. Поэтому быстрых результатов ждать не стоит. Но они должны уже быть. Команда уже должна показывать уверенные, качественные, самое главное, игры с борьбой. Игры, где у футболистов Челси будут гореть глаза. Вот это хочется увидеть мне. А фанам лонадского Челси это 100%. Хочется увидеть. Дальше. Эмью. Легендарный экс-тренер Эмью, Алекс Фергюсон, у которого месяц назад умерла жена Кейти Фергюсон, выставил свой особняк на продажу. Особняк он хочет продать за 3,5 миллиона фунтов. Как он сказал в интервью журналистам, этот особняк слишком большой для меня одного. И я хочу просто-напросто от него избавиться. Классный, конечно, бизнес-план с этого особняка сделать какой-то музей Фергюсона. То есть, там, водить туристов, рассказывать, что там. В этой комнате он продумал стратегию на игру против Барселоны в финале. В этой комнате он еще там что-то продумывал. Понятно, что это не Лондон, это Манчестер. Но все-таки персона Алекса Фергюсона, ну, это один из лучших тренеров или коучей вообще в мировой истории. Многие до сих пор спорят, кто же лучше, там, Алекс Фергюсон или тот же самый Карл Анчелотти. И, ну, если сказать, что Карл Анчелотти лучший тренер в истории, я могу согласиться. И в то же время я могу согласиться, что Алекс Фергюсон это тоже лучший тренер в истории. То есть, здесь с какого ракурса смотреть. И, ну, если по достижениям, да, там, Анчелотти его переплюнул. Но Анчелотти его переплюнул по достижениям, там, по победам в Лиге Чемпионов. Если взять достижения по победам, там, в чемпионатах, там, той же самой Англии, ну, просто в чемпионатах, то здесь Фергюсон, там, на голову выше. Да и вообще, ну, там заслуг, что у того, что у того очень много. И сравнивать, ну, здесь можно два часа рассказывать, кто лучше, тот или тот. Поэтому эта дискуссия очень долгая. Идем дальше, серия А. Здесь очень интересная новость. Лоренцо Инсиньо. Я хочу напомнить, что это экс-футболист сборной Италии и Наполи, который выступает сейчас в канадском Торонто. Так вот, он может зимой вернуться в серию А. Но не в Наполи, а в римское Лацио. Я хочу напомнить, что римский Лацио сейчас тренирует Маурицио Сари. И когда Сари тренировал Наполи, именно под его руководством играл Инсиньо. И играл довольно-таки успешно. Трансферная цена его сейчас 8 миллионов евро. Я хочу напомнить, что максимальная цена была в 2017 году. Она достигала 75 миллионов евро. И переговоры идут. Представители Лацио встречались с представителями Инсиньо. Если эта сделка состоится, то Лоренцо Инсиньо уже зимой может перебраться в римский клуб. Идем дальше. Ла Лига Испания. Здесь на фоне последней новости, что Карл Анчелоти подписал контракт с футбольной федерацией сборной Бразилии. На фоне этой новости начали выходить многие такие новости от испанских СМИ. По поводу того, что Мадридский Реал естественно ищет ему замену. Естественно, мы уже давным-давно это обговаривали. И все это знают. Самый главный кандидат это Хаби Алонсо. Там непонятно опять, как он еще, захочет ли он уйти из Байера. В общем, много-много вопросов. На втором месте по кандидатурам стоит Зиндин Зидан. Это его, если он придет, это уже будет его, получается, третье пришествие в Мадридский клуб. Но Мадридский клуб встречался, представители Мадридского Реала, они встречались с представителями Де Дзерби, тренера Брайтона, итальянца. И испанские СМИ сообщают, что это все-таки второй вариант, то есть план Б. Какой же будет план А, ну, я надеюсь, мы уже скоро узнаем. Легендарный футболист Мадридского Реала, легендарный и недооцененный футболист Мадридского Реала Гути заявил, что он бы хотел бы, чтобы все-таки Мадридский Реал возглавил именно Зиндин Зидан. Он говорит, ну, а журналисты спросили, а Мауриньо? Он сказал, что при Мауриньо мне было нудновато следить за матчами мадридской команды. Да, забыл я в разделе АПЛ сказать, что Люк Шоу возвращается на футбольное поле. Это левый защитник, он, скорее всего, примет участие в матче АПЛ, который будет уже на этом футбольном уикенде против Эвертона. По поводу Мадридского Реала. Джуд Беллингем восстановился после травмы. Я хочу напомнить, что он пропускал матчи своей сборной. И также он пропускал матч Лиги Чемпионов против Браги, который Мадридский Реал выиграл. И матч против Валенсии в рамках Ла Лиги, который Мадридский Реал тоже выиграл. Поэтому он полностью готов и он уже готов помогать своей команде в матче Ла Лиги против Кадиса. И последняя новость на сегодня, она будет касаться Валенсии. Украинский форвард Валенсии Роман Ярымчук. Короче говоря, Валенсия даже дошла до того, что она хочет прекратить, досрочно прекратить аренду украинского форварда. Я хочу напомнить, что права на него принадлежат бельгийскому Брюге. И, короче, он часто ссорится с партнерами в команде. Он не может найти общий язык с латиноамериканскими, сообщается, партнерами Валенсии. Также в матче Ла Лиги против Гранады, который Валенсия выиграл 1-0, он был единственным футболистом команды из Валенсии, который не поблагодарил своих фанатов. С фанатами у него тоже недопонимание. В соцсетях он вообще там, они постоянно переписываются. И в соцсетях он уже пишет, что ну вы просто напишите мне, что я дно. И все, я буду знать, что вы обо мне так думаете. Короче, нифига у него не получается. Валенсия что только не пыталась сделать, ничего не выходит. И теперь испанские СМИ сообщают, что Валенсия уже настроена досрочно прекратить аренду украинского нападающего. Теперь вопрос. Вопрос будет по поводу Челси. Про Юн Кун Ку, который в ближайших матчах уже поможет своему клубу. И на перспективу, как вы считаете, какое место займет лондонский клуб в турнирной таблице АПЛ в конце этого сезона? Вспоминаю, задавать дополнительные вопросы на любые футбольные темы, на основании которых я буду делать видео на YouTube-канале. Как всегда, жду ваши комментарии и аргументы.